Всем привет, и сегодня я хотел показать вам новую очень сильную ловушку за белых. Обязательно досмотрите до конца, в конце мы ставим очень красивый мат, а также эту ловушку вы можете применять в своих партиях. Погнали! Мы играем за белых, начали партию ходом Е4, черный отвечает Е5. Конь Ф3 последовала, конь С6, ну и тут вместо обычных ходов таких как слон С4, слон Б5, Д4, шотландская партия, а также конь С3, мы играем С3, это дебют Пансиани. Далее черные сыграли конь Ф6, напали на пешку на Е4, но мы ее не защищаем, а играем Д4. В этой позиции черные могут забрать ЕД, но это не очень хороший ход, потому что тогда мы просто играем Е5, нападаем на черного коня, ну и после того, как конь отступает на Д5, мы забираем СД, видим то, что у нас очень сильный центр, а также дальше можем сыграть конь С3, чтобы разменять этого сильного коня, потому что черный конь, он реально сильный, стоит в центре. Мы можем сыграть конь С3, либо же слон С4, даже можем сыграть напасть на него, и у нас очень хорошая позиция. Из-за этого в этой позиции после Д4 черные сыграли конь Е4. Мы играем Д5, нападаем на коня, и какие варианты есть у черных? Конь может отступить на А5, тогда мы сыграем Б4. Видим то, что конь пойман, на С6 нельзя из-за пешки, на С4 нельзя из-за слона, на Б3 тоже нельзя, и просто конь пойман. Также есть ход конь Б8, но он тоже плохой, просто конь теряет темп, просто возвращается назад. Из-за этого в этой позиции черный играет конь Е7, хотя дальше сыграть конь Ж6, чтобы защитить пешку на Е5, и одновременно вывести своего слона на С5. Мы играем в этой позиции конь Е5, забираем пешку, ну и черных несколько ходов. Допустим, один из них это как Д6, чтобы прогнать просто нашего коня. Тогда мы видим то, что эта диагональ освободилась, и мы играем слом Б5, ставим на эту диагональ слона, делаем шаг. С виду кажется то, что это просто шаг, от него можно скрыться, но на самом деле это не так. Королю идти некуда, ферзем защищаться тоже плохо, не хочется отдавать ферзя. Слоном защищаться тоже плохо, потому что тогда мы просто заберем слон Д7 шаг, и черный обязан отдавать своего ферзя. Какие еще есть варианты? Есть ход С6, тогда мы просто играем ДС, забираем, ну и после конь С6 мы забираем конь С6, и делаем просто двойной удар. Также есть ход конь С6, есть БЦ ход, тогда мы забираем конь С6, ну и после конь С6 мы забираем слон С6, опять же вилка, и есть ход ДЕ, но он тоже плохой, тогда мы просто играем С7, делаем скрытый шаг, приходится защищаться, защищаться в ферзе 7 плохо, потому что слон Д7, а слоном если защищаться, то просто забираем, и просто выиграем ферзя. Из-за этого Д6 в этой позиции играть не получается, то есть я показал, на Д6 я все варианты показал, можете применять. А если же в этой позиции сыграть конь Ж6, такой вариант тоже есть, то мы просто играем слон Д3, нападаем на коня. Черные могут сыграть конь Е5, но этот ход намного лучше, чем который я покажу позже. Итак, черные могут сыграть конь Е5, тогда мы забираем слон Е4, и хоть и материал одинаковый, но все равно тут у нас позиция лучше, мы можем сыграть Ф4, просто прогнать этого коня, а также у нас очень хороший центр. Дальше мы же можем сделать рокировку, ладью на Е1 поставить напротив короля соперника, и просто вводить фигуры, и у нас будет очень хорошая позиция. Но в этой позиции черные могут сделать такой ход, как конь Ф2. Это такой ловушечный ход, но на самом деле мы не можем забирать коня. Дело в том, что тогда просто черные забирают конь Е5, они напали на нашего слона, и в итоге просто остаются даже с лишней пешкой, ферзя далее выведут на Е6, шах дадут. И также лишат нашего короля рокировки. Из-за этого в этой позиции мы не забираем коня, а делаем такой сильный ход, как слон Ж6. Какие варианты есть у черных? Опять же, на коне Х1 мы играем слон на 7 шах, после короля Е7 мы играем слон Ж5, делаем шах, и вот я даже включу компьютер, видим то, что просто стоквиш показывает, как можно король Д6, конь Ц4, единственный ход король Ц5, Б4 шах, король Б5, конь А3 шах, и на король А6 играем просто Б5 шах и мат. Из-за этого в этой позиции после слон Ж6 на коне Х1 я показал, на ФЖ мы просто играем король Ф2, ну и у нас просто выигранная позиция, мы остаемся с лишним материалом, далее можем ладья Е1 сыграть, ну а на Ф6 просто конь Ф3 защищаемся и все. А если же в этой позиции черный забирает конь Д1, то мы опять же забираем слон Ф7 шах, и после короля Е7, да, тут я даже покажу, после слон Ж5 шах, король Д6, конь Ц4, тут мы не сразу выиграем, но мы забираем Ферзя, и после взятия мы просто забираем коня и остаемся просто с лишним качеством, вот, даже можете посмотреть. Далее мы просто выведем фигуры, у нас лишнее качество, все защищено, заберем слон С7, и у нас выигранная партия. Вот так вот, дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца, обязательно выучите эту ловушку, по ссылке в комментариях посмотрите еще одну ловушку. Всем удачи и всем пока!